Приветствую вас и прочитав ваше сообщение, у меня сложилось впечатление, что от вас все время зато требуют. От вас все время чего-то кончат, вас все время зато заставляют делать. Вы все время чувствуете ответственность за себя. Ой, прошу прощения, за других. За мужа, за детей, вероятно, за родителей своих. То есть по сути речь идет о том, что вы играете свои социальные роли. Вот роль жены, роль матери, роль профессионального сотрудника, роль ребенка своих родителей и так далее. И эти социальные роли, они как бы для вас более интересны, я не представляю. Потому что вы их отыграли. Когда-то это было вам действительно, как бы это сказать, созвучно. То есть когда-то вы действительно эти роли осваивали. Осваивали с удовольствием. Когда-то вы действительно вживались в них, наслаждались ими и так далее. Но сейчас вам этого уже мало. Агрессия связана с тем, что вы не являетесь собой. Вы не проявляете себя, как индивидуальность, как личность, как человек, являющийся субъектом самого себя. То есть, говоря о житейском языке, вы не являетесь хозяйкой самой себе. И по этой причине у вас копится негативная энергия. И для того, что вы не чувствуете, что принадлежите в себя. И для того, что вы не ощущаете, что можете, имеете возможность делать что-то для себя. И из-за этого у вас гнев, неконтролируемая агрессия и прочее. Связано это, естественно, с нервным напряжением, которое происходит потому, что вы не можете реализоваться как личность. Что нужно сделать для того, чтобы решить эту проблему? Начать жить для себя. Пожалуй, это самый правильный способ решения вашей проблемы. Это самое адекватное решение. Но для этого требуются некоторые усилия. Во-первых, поскольку вы уже приличное количество времени живете не для себя, то людям, естественно, окружающим, будет тяжело воспринимать изменения, которые произошли с вами. Будет тяжело воспринимать тот факт, что вы вдруг начали думать о себе. Но тем не менее, это нужно. Начать строить с уединения, то есть, вот, из вашего сообщения у меня отращивало впечатление, что вы полностью не принадлежите себе. А это необходимо. Быть наедине с собой, чтобы слушать свои чувства, свои переживания, свое сердце, свою душу. Соответственно, начните с того, чтобы полчаса в день, хотя бы, проводить наедине с собой и жить для себя. То есть, вот, полчаса в день вы уделяете только лишь себе, самому. Что это позволит вам получить? Вы обретете контроль над некоторой областью вокруг себя. Почувствуете себя хозяйкой чего-то вокруг вас, где будете властвовать только вы. Слово, властвовать, пусть вас не отталкивает, здесь именно важное ощущение контроля только с вашей стороны. То есть, что только вы лишь, это контролируется. Это может быть что угодно. Начиная от, допустим, вашего, там, внешнего вида, а заканчивая, там, допустим, походом в косметический центр, и так далее. То есть, что-то, что вы могли бы делать только для себя. Пожалуй, с этого у вас начнется, скажем так, некое новое ответвление жизни. Когда вы начнете понимать, что ваши желания тоже имеют место быть. Ваши стремления тоже достоинства того, чтобы быть реализованным. И начнете вы постепенно, постепенно осуществлять только свои личные, индивидуальные стремления. Тут люди понимают, что общество, это семья, работа, ваши родители, друзья, обносятся и отнесутся с трудом к тому, что вы будете проявлять черты личности, черты индивидуальности. Потому что для них вы должны быть той, кем задено вам быть по законам общества. И если вы берете контроль над своей жизнью, то автоматически ставите себя как бы по отдоху от общества в том, что касается только вас. Люди будут негативно воспринимать то, что вы делаете чисто для себя. Но лишь потому, что будут опасаться, что могли бы сделать так же сами, но не рискнули. Страх быть хуже, чем вы, будет толкать их на то, чтобы противиться вам. Важно начинали. И это нужно понимать. Ну а дальше, когда вы научитесь быть хозяйкой части своей жизни, научитесь служить свои желания, думаю, напряжение внутреннее и, соответственно, гнев и агрессия пойдут на спад. Потому что не будет конфликта того, чего хотите вы, и того, чего хотят от вас. Конфликт будет разрешен, соответственно, исчезнет напряжение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.